В понедельник в городской мэрии прошли публичные слушания по изменениям в правилах землепользования и застройки города. Поводом стало недавнее внесение поправок в генплан. Теперь нужно согласовать оба эти документа. Правила землепользования разработаны на основе генерального плана города Иваново. Правила формируют общие принципы развития разных функциональных зон города. В пределах установленных регламентов являются более подробными и углубленными отражениями основных положений генерального плана. Горожан на слушание пришло немного. То ли по причине пассивности ивановцев, то ли вследствие того, что слушание по традиции назначили на самый разгар трудового дня. Так вот, изменения коснутся в основном формулировок положений и назначений некоторых зон. Администрация города Иваново в лице Ивановского городского комитета по управлению имуществом, территория по проспекту Ленина 112-110, земельный участок по Ленину 112, прилегающаяся страну улицы 1-й сибирской территории, свободной от застройки, земельный участок с кадастром номером 14, занятый инженерно-техническим объектом, заменить зону учреждения здравоохранения О4 на зону центров обслуживания коммерческой активности О1. Переводя с языка официального, на обозначенные территории расположен бывший детский травмпункт по совместительству объект культурного наследия. Привести в божеский вид здание вызвался инвестор, но не из благотворительных побуждений. Строение он решил пустить в работу. Очевидно, вместо лечебного учреждения здесь откроется еще один торговый или бизнес-центр. Изменения коснутся и территории по соседству. Той, где уже красуется огромный торговый центр. Но по документам это все еще территория больницы. Разрешение на строительство выдавалось, а если выдавалось, то как оно могло выдаваться, если ни в генеральном плане, ни в правилах землепользования и застройки эта территория не предусматривалась для строительства общественных и деловых зданий, а была территория больницы все-таки. Как так получилось? И ваше предложение, по сути, является предложением узаконить незаконное строительство. В намерении зрителя возникли ранее, чем было принято правило. В дальнейшем, в процессе строительства возникли такие необходимые изменения. Ну и последнее, но не по важности изменение улицы Ткачей так и не коснулось. Вопрос о смене территориальной зональности участка, на которой располагаются эти дома, так и не был рассмотрен. Следующий шанс внести изменения в генплан у жителей будет не раньше, чем через год. Наталья Романова, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.